Президент России Путин под присмотром Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева подписал капитуляцию. События в Нагорном Карабахе стали тяжелым поражением не только главного союзника Москвы Армении, но и кремлевского режима. Эту неприятную, но закономерную новость не заглушить соловьинами трелями российских пропагандистов про «мир» в кавычках, который принесет теперь на Кавказ российский миротворческий контингент. Кстати, как язык только поворачивается называть россиян миротворцами, Российская Федерация, продолжающая агрессивные действия против Украины, включая временную оккупацию Крыма, города Севастополя и отдельных районов Донбасса, не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, «миротворцами». Продолжающаяся оккупация России и части суверенной территории Грузии также ставит под сомнение эффективность миротворческой роли России в регионе Южного Кавказа. Никакого мира Российская Федерация никогда никуда не приносит, хотя в данном конкретном случае русские попросту проиграли. Так называемый миротворческий контингент – это лишь хорошая мина при плохой игре. Путину лишь позволили поиграться в миротворцев, чтобы внутри России гражданам создать видимость того, что у Кремля все под контролем. Хотя на самом деле соглашение Пашиняна, Алиева и Путина – это этап на пути к полному контролю Азербайджана над Нагорным Карабахом и изгнанию из него армян. Премьер-министр Никол Пашинян нашел в себе мужество сказать правду. Армия Армении была не готова к атаке Азербайджана, и у нее возникли проблемы с мобилизацией. Что, по-видимому, означает, что люди уклонялись от призыва на фронт. Но Ереван – главный союзник Москвы. Если российская разведка знала о готовящемся нападении, то почему не поделилась информацией о нем с Арменией? Более того, почему Путин не намекнул Баку? Мол, мы все знаем, советуем хорошенько подумать, прежде чем воевать. Получается, что либо Москва совершила акт предательства по отношению к Еревану, либо российская разведка, включая электронную, настолько бездарна, что ей совершенно невозможно доверять. Бродящая в соцсетях версия о том, что Путин договорился с Алиевым, чтобы отомстить Пашиняну за свержение московского клиента Сержа Саргсяна в 2018 году, с моей точки зрения бред. Но даже если нет, то Москва и тут выглядит плохо. Получается, что Путин ради личной мести отправил в нокаут главного союзника по договору о коллективной безопасности, на территории которого в ключевом с точки зрения России регионе располагается российская военная база. Случившийся абсолютный позор и сдача российских национальных интересов, особенно если исходить из неимперской кремлевской логики, согласно которой все постсоветское пространство – зона привилегированных интересов России. Как с претензией на элегантность, выразился после захвата Абхазии и Южной Осетии в 2008 году предыдущий президент России Дмитрий Медведев. После той августовской войны Россия, несомненно, вернула себе статус главного жандарма на Кавказе, да и на всем постсоветском пространстве, закрепив это звание в 2014 в Украине. Но сегодня что-то у русских идет не так. То ли экономические санкции, наконец, возымели действия, то ли общая ситуация в мире плюс пандемия, то ли дедушка просто устал. Но все началось в Сирии, когда Путин пошел на уступки и прекратил сирийско-иранско-российское наступление в Идлибе в сентябре 2018 года. Россия пасанула, и в ответ на угрозу Эрдогана, угрожавшего в случае, если Москва не остановит Дамаск начать войну против Сирии, остановила наступление, испугавшись угроз Турции. Эрдоган совершенно четко понял, что Москву можно брать на слабо, и что Кремль уже не особо готов демонстрировать силу при защите своих национальных интересов. И если он пасует в Сирии, то, возможно, пасанет и на Кавказе. И в сентябре 2020 года Реджеп Таип Эрдоган решил проверить свою теорию. И снова оказался прав. Путин капитулировал и здесь. Условно говоря, потерпел поражение на своем поле. Сегодняшняя Россия слишком слаба, чтобы вступить в открытую войну. И Алиев с Эрдоганом демонстративно щелкнули Путина по носу. Оценивая происходящее, любой заинтересованный игрок, и прежде всего это Турция и Китай, сделают выводы о том, что в этой самой зоне теперь можно воевать и выигрывать войны без санкций Москвы. Другой важный вывод для союзников России, особенно по ОДКБ, Организации Договора Коллективной Безопасности. Союз с русскими никому не гарантирует защиты ни от каких неприятностей. Но это для тех, кто до сих пор так и не разобрался в этом после того, что Кремль сделал с Украиной в 2014 году. Кроме того, многое стало ясно и про многожды воспетую Сергеем Шойгу и телеканалом «Звезда» модернизацию российских вооруженных сил. Вооруженные силы Армении, обученные россиянами, потерпели поражение от вооруженных сил Азербайджана, подготовленных турками и израильтянами. То есть армия 20 века проиграла армии века 21. В принципе, о боеспособности российских военных уже нет никаких иллюзий. Она попросту смехотворна. Чего стоит только недавний случай столкновения в воздухе во время учебного воздушного боя двух новейших российских истребителей, элитных в кавычках полков военно-космических сил России. Этот позор российской авиации еще войдет в мировую историю. Кремлевские геополитические игры привели к тому, что эрдогановская Турция с ее авторитарным режимом и глобальными амбициями всерьез и надолго пришла на Кавказ, который в Москве до вчерашнего дня считали чуть ли не российским двором. Турок удерживали на дистанции цари, генеральные секретари и даже Ельцин, которого записные русские патриоты всегда называли капитулянтом. Мечты османских султанов сбылись при Путине. 10 ноября Россия подала заявление по собственному желанию об отказе от статуса влиятельной державы. Лучшее подтверждение этому нота азербайджанского МИД по поводу сбитого российского вертолета, выдержанное в следующей стилистике. «Мы, конечно, заплатим компенсацию, но вы вообще-то сами виноваты». Смиренный ответ ведомства Сергея Лаврова на это лучшая иллюстрация того, что российские дипломаты умеют хамить только западным демократиям. 10 ноября отзовется эхом везде на постсоветском пространстве. От Минска до Бишкека, от Кишинева до Тбилиси, от Киева до Ташкента. Точнее на том пространстве, что совсем еще недавно называлось постсоветским. Его больше нет. Путину можно больше не звонить, даже тем, кто по привычке еще звонил. Думаю, даже в НАТО скоро можно будет обращаться напрямую. И, пожалуй, у Украины сейчас есть неплохое окно возможностей для попыток освобождения Крыма и Донбасса от российских оккупантов. Только может в этом случае вместо НАТО нужно стремиться к союзу с Турцией? Спасибо за внимание! Больше материалов смотрите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон, и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова